Расскажите, пожалуйста, что произошло? Прихожу на работу по 8 утра. Дверь открыть не могу. Рядом смотрю помещение, стекла нет. Вся Никита погремит стеклами. Смотрю, вроде разрушения нет, но дверь не открывается. Обошла с другой стороны, где у нас находятся окна. Огромная воронка, упала метр от трех от здания. И нарушения. Одно окно вообще вылетело, два нарушенных заклееного, как видите, клеенка. Потолка нет, все в оскорках. Когда был прилеток? Это было в ночь на 27 число. В прошлый стол, в прошлый кондитет. Ну, там более-менее порядки понаводили, вымывали, все, работаем в обычном режиме. Повлиял ли обстрел как-то на количество посетителей? Нет. Первые два дня, конечно, пока все. Поубирали, поразгребали, стекла была немерена. Ну, сейчас все как в обычном режиме. Все нормально. Повлиял ли обстрел. как деление связи почты Зайцев. Работаю очень давно. Почту нашу старую разбили в 2014 году. Эту почту мы в 2015 году открыли, в апреле месяце. Своими силами все делали. Обстрелы, конечно, очень нам мешают, разбивают окна, вылетают. Два раза уже стеклили окна. Сейчас пока пленкой позабито. Пленку вообще регулярно через день прибиваем. Работать тяжело, но нам деваться некуда. Мы должны помочь нашим людям поселка выжить. Мы оказываем все услуги почтовые. У нас подписки, конечно, мало. В те годы, годы до войны было больше подписки. Сейчас очень мало, 120, но все равно этим людям нужно нести газеты. Горловка сегодня выписывает у нас газету, больше всего эту газету. Пользуется она у нас спросом. Также вот товары продаем. Люди тоже приходят, покупают. Отправляем письма, принимаем, носим письма, доставляем. Пенсии у нас человек в поселке, ну я не знаю, сколько сейчас осталось человек. Пенсионеров у нас 800 человек, только пенсионеров. У нас много детей в поселке остались, они никуда не выехали. Очень много детей. Когда привозят, думаю, они только у нас здесь рядом, их видно, очень много детей. В отделении работает три почтальона и я. Протяженность участка у нас очень большая, поэтому работать, конечно, тяжеловато. У нас раньше было девять почтальонов, сейчас три. Ну, раньше на Уска, конечно, было побольше, сейчас и газет меньше этого, и людей поменьше. Поселок большой и... А что происходит с обстрелами? Обстреливают. Обстреливают у нас и днем, и ночью. Регулярно. Я даже не помню одного такого дня, чтобы у нас не было. Автоматы, это вообще на них меня реагируют, это как задолженные автоматы перестреливаются. Это мы уже не обращаем внимания. Мины летают. У нас в поселке нет ни одного дома, который бы не был поврежден. Нет, каждый дом имеет какие-то повреждения. То ли крыша, то ли забор, то ли огород, воронки лежат. Нет такого. Сплошное море в поселке, везде, в каждом дворе. Ну, будем переживать, нам деваться некуда. А в случае обстрела, куда вы прячетесь со своими сотрудниками? Мы с сотрудниками. Если это на почте, вот когда мы еще днем начинается обстрел на почте, у нас есть кладовая, мы прячемся к кладовую. Это, конечно, мало это спасет. Если почтальон идет по участку, то к людям забегаем. А люди там у нас у каждого пооборудованы, по грибам, у кого что, кто где прячется. Почтальонам всегда дверь открытой, всегда принимают, всегда. Вообще люди у нас добрые. Война сдружила всем, один одному помогаем. А можно посмотреть на кладовку? Пойдемте посмотрим кладовочку. Она нормально, да. Вроде как же здесь две стенки. Вот здесь. Ну, здесь прячемся. Пожалуйста. Стулки закидываем и сидим. В подъезд можем забежать. Вот там подъезд. Ну, здесь мы больше находимся. Начальник почтового отделения Гольмовская, суховерхая Галина Александровна. Несмотря на все обстрелы непрекращающиеся, работаем мы в том же темпе, стараемся наращивать объемы, привлекаем все новых и новых людей на почтовые отделения. Начинаем заново их учить. Читать прессу, покупать товары, оплачивать коммунальные платежи. Скажите, а какой, можете назвать, может, процент населения, который оплачивают коммунальные платежи? На сегодняшний день процентов 80 уже оплачивают коммунальные платежи. А выписывают ли газеты какие-то, может, подписки есть? Идет и подписка. Конечно, желает это все быть лучшего. Наращиваем все равно потихонечку объемы, стараемся. На сегодняшний день у нас подписки 64 штучки. Но еще и помимо, вот, предлагаем газетки в розницу. А какая пресса пользуется большим спросом? Конечно, большим спросом сначала пользуется наша местная пресса. Потом, это Горловка, сегодня Кочеварка. Потом, Горловка, инфоцентр пользуется тоже большим спросом. Ну, а потом уже более-менее все развлекательные газетки.